Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Артем Иванов. Основная ряда может быть Сигова. Сегодня у нас будет такой совместный вебинар посвященной продукции Дельта. Изначально планировалось, что проводить его будет Ольга и Алексей, но у Жени, Алексей заболел, вышел в запасной дробь на поле. Да, пожалуйста, напишите, слышно ли нас, видно ли нас. Отлично. Так, да, все отлично нас слышно. Значит, смотрите, после окончания вебинара вам будет доступна запись. Во время вебинара вы можете писать свои вопросы в чат. Соответственно, мы постараемся ответить либо сразу, то есть я вот на компьютере чат запущен. Если не получится, ответим потом, дадим им свои контакты, какие-то вопросы, либо если что-то, что вам интересно узнать, вдруг не услышите, все это можно будет нам. Ну, эти вопросы задать, спросить там и так далее, будем рады ответить. То есть такая обратная реакция, она всегда очень вдохновляет. Соответственно, вебинар мы можем потом поменять, вот, если вдруг какая-то дополнительная информация нужна. В общем, я слово передаю Ольге. Первая часть у нас, соответственно, будет посвящена изменениям, произошедшим в модельном ряде Vivitec. Вот, и во второй части поговорим про LED-панели Delta. Вот, давайте начинаем. Спасибо, Артем. Добрый день, коллеги. Меня зовут Сигова Ольга, бренд-панчер по бренду Vivitec компании Digis. Хочу сегодня вам рассказать немного об изменениях в модельном ряде, как Артем, по проекторам и о экосистеме Nova, и о тех новинках, которые грядут в будущем. Кто не знает, кто-то знает, но в любом случае не могу не сказать об этом. В принципе, компания Vivitec – это собственный бренд компании Delta. Delta – это огромный производитель, входит в тройку крупнейших уемщиков в мире. По сути, у нас у всех есть Delta, капелька Delta с собой, как мы любим варить, потому что в любых, практически во всех устройствах электронных, например, как в айфонах, есть платы от Delta. Ну и, собственно, на заводах фирмы Delta производятся такие проектора, как BenQ, Варка, частичные или полностью Digital Projection, Автомы и другие. Ну и, собственно, Vivitec – это бренд собственной компании Delta. Модельный ряд включает в себя проектора, по сути, под любую задачу. Но помимо проекторов, Vivitec производит интерактивные панели, устройства для Digital Signature, берет и дисплеи. Это новинка, которую мало кто еще слышал. Сегодня вы узнаете о ней. Ну и непосредственно про проекторам. Модельный ряд включает в себя модели от 250 до 18 тысяч элементов. Начинаются они с ультрапортативных проекторов QMI. Кстати, хотел вам показать сегодня нашу новинку. Его, он еще не вышел в продажу. Я вам про него немножко потом расскажу. У вас все неэксклюзивная, по сути, возможность увидеть и потом узнать про Нарин. Вот, поближе. Это новый проектор в линейке QMI. Вот такая замечательная штучка. Это даже не проектор, потому что там в самом агрегате есть две встроенные колонки по 5 ватт. По сути, это такой мощный мультимедийный комплекс. Он поступит в продажу у нас в ближайшее время, поэтому следите за нашими обновлениями. Дальше это включает в себя, естественно, модельный ряд и ультра-карабкофокусные проектора для образовательного сегмента, офисные, домашние кинотеатры и тяжелый инсталл для сложных проектов. Теперь немножко поподробнее по модельным линейкам. В принципе, проектор любую задачу сможет найти ваш клиент, партнер, заказчик. И если вы рассматриваете проектор для дома, например, здесь есть как ламповые, так и лазерные проектора. Здесь есть проектора, которые вы можете взять с собой в путешествия, либо установить дома. И теперь немножко по отдельным линейкам. Как раз что касается проекторов QMI. Это портативные ледовские проектора. Срок жизни источника света 30 тысяч часов. Что, согласитесь, на самом деле немало таких крошек. Они предназначены для, скажем так, для бизнес-презентации, когда вы едете к заказчику и хотите красиво рассказать презентацию, либо вы едете за город и путешествуете с детьми, например, можете с собой взять этот прекрасный проект. Он, безусловно, рассчитан чисто на консюмерский рынок. То есть это не... Аккумулятор есть. Аккумулятор есть. То есть, например, вот этот красавчик рассчитан на 2 часа видео и на 6 часов музыки. То есть можно, в принципе, дискотеку здорово устроить во дворе. Соседи, я думаю, пройти не будут. Дальше хотела остановиться на проекторах для образовательного сегмента. Здесь у нас интересные решения, как лазерные, так и ламповые. Новинка – это серия D760. Это ультракраткофуксные лазерные проектора. Особенность в том, что они дают реальный лаганет 150 дюймов, что очень востребовано в музейных, помимо, естественно, образовательных сегментов, в музейных инсталляциях или также домашние, для домашних инсталляций можно использовать. Дальше у нас идут ламповые проектора для образовательного сегмента. Ну, наверное, на них мы останавливаться не будем. Проекторы с опциональной оптикой – это, вот, обратите внимание, на модель 7098. Это новинка. Модель – это замена модели 7095. Модель стала с более повышенной яркостью – 7000 лимен. По остальным характеристикам, в принципе, они схожи – 7095. Она стала более яркой, в том же форм-факторе, весит так же. И он такой же тихий, как и был. То есть в эко-режиме проектор шумит условно на 31-ти белых всего, что для такого проектора на самом деле не так уж громко, согласитесь. Ну, то есть, значит, можно проект устанавливать в переговорке, и он не будет мешать разговаривать. То есть 22 – это предел слышимости. Соответственно, 30 – его, конечно, будет слышно, но это шум, который, ну, комфортен и позволяет общаться непосредственно близости от проектов. Ну, и, собственно, для наших планетариев мы использовали как раз именно этот форм-фактор. То есть когда ребята занимаются в куполе, где нужно соблюдать, в принципе, тишину, то шум проектора абсолютно не отвлекает их от изучения астрономии и других проектов. Со встроенной оптикой – это отличный вариант для офисов. Вот на Римка тоже появилась серия ДЮ-3600. Это лазерные проектора, которые, они небольшие. То есть они весят 8 килограмм, они действуют с разным разрешением, от 4500 элементов до 5500. В этой линейке сейчас появляются новые еще модели, следите за нашими обновлениями. Это достаточно бюджетный проектор для переговорок, у больших переговорок. Следующий у нас, ну, не последний. И это мой любимый слайд, на самом деле. Это фотографии, если вы не были, обязательно сходите на площади Киевского вокзала. Есть музей МЦД, который, собственно, вся инсталляция построена на проекторах Вивитек. Как вы видите, здесь на фотографии видно, собственно, центральный экспонат. Это макет поезда, который будет ходить у нас по центральному диаметру в ближайшее время. Посетители выставки могут в режиме онлайн применять дизайн внешний с помощью планшета, и проекторы, собственно, сделают этот внешний дизайн в режиме онлайн. Внутри этого поезда туда тоже можно пройти, посидеть, представить, как будто вы ездите на новом поезде. А главное, что у вас за окном будут якобы мелькать красивые ландшафты, но, правда, пригородные, пригородные. Но они создаются как раз нашими проекторами, о которых я говорила чуть раньше. Это серия 760, короткофокусная. Там как раз вы можете посмотреть, как это вживую, когда ты едешь, и как будто бы за городом. Я уже ездил на таком. Ты ездил на таком? На новическом направлении уже ездил на МЦД, поэтому, да, вы можете сравнить реальность и все, как это выглядит на экспозиции. Мне кажется, на экспозиции будет забавно. И, безусловно, тяжелый инсталл, без которого мы с вами, наверное, не сможем, это инсталляционники, которых тоже, естественно, коснулись изменения. Это модель 8195, это модель, которая пришла на замену проектору 12000 по 8193. Модель поставляется в том же фолькфакторе, что и предыдущая, но она, опять же, более яркая. Добавились объективы, добавилось проекционное отношение, но по весу он все так же остался не таким уж большим и тяжелым, 28 килограмм, что для инсталляционника, в принципе, хорошие характеристики. Проектор уже у нас есть в наличии. Если хотите посмотреть, протестировать, пожалуйста, звоните, обращайтесь, мы вам его обязательно покажем и расскажем. И флагманская модель, это новинка, это проектор 4К с реальным разрешением 4К, яркостью в 10000 элементов. Велитет в данном проекторе заявляет новый режим постоянной яркости. В чем суть? Суть в том, что проектор динамически изменяет яркость проектора в зависимости от освещения вокруг, что, по сути, делает его более, ну, работать он будет более длинный срок. Правильно, да? Ну, получается, что когда не требуется полная яркость, проектор ее снижает и, по сути, экономит ресурс источников света. Правильно, спасибо. Экономия. Это про нас. Все стандартные интерфейсы, естественно, HD, BST, все это есть. Проектор рассчитан на 24 на 7. То есть, в принципе, хороший вентиляционный проектор, который, кстати, также есть у нас уже в наличии. Ну, HD, BST, так скажем, не самый стандартный. Он близок к стандартному для истала, да, но он не у всех стоит. Не все есть. Но у большинства проекторов WebTech, естественно, это... То есть вам не нужно покупать какое-то отдельное устройство принимающее. Вы покупаете передатчик HD, BST, с одной стороны, вы включаете источник передатчиков, а с другой стороны, просто скажете, проектор вам нужно организовывать дополнительное питание и так далее. Все это уже есть на правду проектора. Да, это очень удобный и сложный проектор. И новинка. Как раз я говорила об этом. Это новый проектор, который заявил WebTech не так давно. Это проектор, который, по сути, все в одном. Это офисный проектор с встроенным бюро. По сути, таких проекторов на данный момент нет. Это проектор 5000-ник, лазерный, 5000-лимен с встроенным новопромом. То есть мы получаем хороший проектор для офиса, но с встроенным бюро, который позволяет подключить до 64 устройств, без проводов, выводить изображение из четырех устройств. Опять же, очень просто и легко. Также, безусловно, проектор будет поддерживать работу лончеров, если они потребуются для гостевого режима. И теперь непосредственно про модельный ряд нова. Это линейка, которая включает в себя как устройства для digital signage, так и бюро-устройства интерактивной панели. Ну, в скором времени еще и проектора. То есть, по сути, это экосистема, которая включает в себя все устройства, если нам нужно оборудовать небольшое офисное помещение, начиная с лобби или ресепшена, где мы можем повесить интерактивную панель, либо дисплей, который также будет оснащен digital signage и бюро-устрой. О панелях я вам расскажу чуть позже, потому что это тоже новинка эксклюзивная, которую мало кто знает. Ну, соответственно, теперь по порядку. Что же такое NovaConnect и с чем его едят? В принципе, концепция продукта. Извините, это много текста. Я очень хотела, чтобы вы получили эту презентацию после нашего выступления, и у вас была подробная информация по каждому блоку нашего выступления. Поэтому сейчас не читайте текст, я вам лучше расскажу. Так вот, NovaPro, он выглядит вот следующим образом. Распотом покажем еще несколько примеров из этой линейки. Для сравнения, вот условный телефон, да, и вот по размеру это сопоставимо с обычным смартфоном, короче. То есть это совершенно, да, небольшой размер, она очень легкая. Это устройство для организации беспроводной работы в переговорке, либо в классе, либо в каком-то зале, где заседает энное количество людей. Особенность его в том, что есть несколько режимов. Там есть образовательный и корпоративный. Образовательный режим позволяет вам проводить голосование, проводить опрос. И все это в режиме реального времени, вы сразу видите результаты. Ну и в режиме корпоративном также можно задействовать режим модератора. То есть, например, когда у вас подключено 50 устройств одновременно, вы можете модерировать и выбирать того сотрудника, кто сейчас вылезет свой контент на систему отображения. Устройство может быть подключено как к интерактивной доске, к панели, к телевизору, к правилу. Собственно, через вход HDMI это возможность делать эльфон. Что позволяет делать эти устройства? Это возможность, как я говорила, в динамическом порядке размещать 4 картинки на системе видеоотображения в любом порядке и, по сути, подключить 64 устройства одновременно. Причем эти устройства поддерживают абсолютно все устройства. Это iPhone, это ноутбуки Mac, ноутбуки Microsoft, Android. По сути, человек, который пришел к вам с любым устройством, сможет без проводов, без проблем просто презентовать тот материал, который он подготовил. На вход HDMI, по-моему, на старшей модели, да? Помнишь? Вход, да, на интертрайзер. Про спецификацию я, естественно, расскажу чуточку позже, не торопитесь. Собственно, что еще дают эти устройства? Это то, что вы можете что-то изменять или делать пометки на интерактивных панелях, и они будут сохраняться. Функцию циркалирования можно просто вывести на контент со своего смартфона в течение просто доли нескольких секунд вы получаете свой смартфон на большой панели. И, соответственно, даже можно ноутбук не приносить с собой. Сейчас можно сохранить на, допустим, на каком-то облаке свою презентацию, принести ее и презентовать с помощью своего смартфона. Ну, и увидит ее гораздо больше человек, чем с маленького устройства. Подключиться очень просто. Когда мы загружаем, собственно, и подключаем это устройство, появляется QR-код, с помощью которого люди просто могут попасть в камеру телефона, и они уже будут подключены. Кроме того, есть возможность настроить пин-код для айфонов, для того, чтобы не каждый человек смог легко подключиться, ну, так сказать, небольшая сутеризация. И еще один момент. В любом случае беспроводная передача данных, она влечет за собой массу проблем, когда у нас вокруг много сетей. У нас есть свой Wi-Fi, у нас есть бестерый Wi-Fi, у соседнего офиса тоже есть Wi-Fi, что приводит зачастую к сбору в системе, не только у любой системы беспроводной передачи данных. Поэтому в этих устройствах есть режим точки доступа. То есть вы можете перевести новый Pro-Null Enterprise в режим точки доступа, и не через Wi-Fi, подключить любое устройство, тогда сигнал будет более стабильным, и, по сути, вам не будут мешать сети, которые окружают вас. И теперь непосредственно про оборудование. Решение представлено в трех вариантах. NovaCast, NovaPro и Nova Enterprise. Собственно, у меня здесь представлены NovaPro и Nova Enterprise. Nova Enterprise – это самая топовая модель. NovaCast – это базовый функционал, это до восьми участников можно подключить одновременно, но четыре из них все равно вывести на экран. И особенность еще NovaCast – что устройство не поддерживает лончер. Что такое лончер? Лончер – это вот такая прекрасная кнопка с либо USB-A, либо USB-Type-C разъемом, которую мы используем для гостевого подключения. Они опциональны, они, в принципе, их можно и не покупать, но для гостей удобнее. В принципе, вы можете использовать приложение, которое бесплатно есть на сайте Велитека, его можно скачать, и подключиться через приложение и использовать весь функционал в ее устройстве. Это возможность поделиться файлами, это устроить онлайн голосование и так далее. Но если вдруг вам пришел гость, и он не хочет тратить время на скачивание этого устройства, вы просто предлагаете ему подключить лончер через USB-борд. Устройство в течение 30 секунд где-то, может даже быстрее, синхронизируется с вашим ноутбуком, и с помощью нажатия одной кнопки вы можете без проблем подключиться к системе видеоотображения. В случае, если в компании нет Wi-Fi, у меня сегодня встреча была, кстати, где не было Wi-Fi, и тогда как раз этот ланчер-ван меня спас. Таким образом, как вот нам подключиться? IT-компания устанавливает на все ноутбуки в компании приложения, и сотрудники, когда приходят в переговорку, они подключают ланчер-ван, который, по сути, является не флешкой, он, по сути, является просто Wi-Fi-модульом. И подключая таким образом к ноутбуку, сотрудники беспрепятственные и, опять же, без проводов выводят свои презентации на интерактивный ноутбук, либо на проектор, как было в моем случае, и используют весь функционал Biot, который заложен и вставленный в виде. Следующий, а, еще важный момент. Важный момент, то, что цена у этого решения, безусловно, она очень конкурентно способна. То есть если мы сравним топовое решение с конкурентом, которого мы не будем называть, наша цена приятна. Плюс то, что наша компания является эксклюзивным дистрибьютором, и эти устройства также регистрируются коллегами из стендерного хайтера. Теперь перейдем к устройствам Digital Signage. Информации много, я понимаю, стараюсь говорить как можно меньше информации, но, да, спасибо, можно это разделить. Про устройство Digital Signage. Также здесь будет много текста, потом отправлю вам эту презентацию лично. По сути, это функциональный медиаплэр, который используется для трансляции контента в общественных местах. В чем отличие от конкурентов? В том, что это возможность простого редактирования шаблонов, биджетов, настройки, расписания плейлистов. В отличие от конкурентов, VVTEC представляет бесплатное приложение, которое может объединять большое количество, на данный момент он 190 устройств. То есть вы можете через приложение подключить устройство, настроить виджеты. Там есть 36 встроенных шаблонов, но вы можете сделать какой-то свой уникальный и настроить расписание. И все это сделать с одного компьютера на несколько устройств. Технические особенности в том, что там про сами устройства я поговорю чуть позже, но медиаплеер позволяет передавать контент с разрешением до 4К, с 60 кадров в секунду. По сути, технология настолько проста, интуитивно, понятна, и приложение само не требует каких-то сложных технических знаний, что можно сказать, что это plug-and-play, потому что вы можете вставить микро-SD-карту, либо с флешки, контент загружается, вы создаете виджеты. У меня нет технического образования, я это без проблем делаю, плюс на сайте ВВТ есть прекрасные ролики, которые показывают поэтапно, как создаются виджеты. Если заинтересует, обязательно расскажу, покажу, как это делать, пишите мне, мои контакты будут в конце презентации. И, опять же, про дистанционное управление. То есть в случае, если у вас есть айтишник, которого и у него стоит задача управлять 15, 20, 30 дисплеями, он может делать это с одного компьютера либо со своего смартфона, проверять, модерировать, перенастраивать расписание, и это все в рамках бесплатного программного обеспечения, которое представляет ИИД. Что касается самих устройств, их тоже три. То есть мы начинаем с базового Nova DS Mini. Это самая простоя, маленькая коробочка. Единственное, у него отличие то, что у него есть отдельный аудиовыход. Это, кстати, отличие, в котором, например, нет Nova DS. Nova DS, кстати, выглядит так же, как и Nova Pro. У нас их инженеры, кстати, иногда даже путают. Это забавно. Nova DS 4K – это топовое решение, оно тоже здесь представлено. Отличие в том, что в него есть отдельный HDMI-выход. О, извините. Собственно, что мы, если говорить про цены. Цены уже все представлены. За эту сумму вы получаете бесплатное, как я говорила, приложение Nova DS Studio. Есть возможность управления с мобильного телефона. И при необходимости, ну, честно говоря, за все годы работы с Вивитеком у нас пока не было запросов, но у них есть Nova DS облачный сервис, который позволяет удаленно управлять устройствами. Но, честно, пока запросов не было. Но вот если мы говорим про облачный сервис, то здесь уже требуется ежегодное обновление, и оно платное. И уже заканчиваю я вас сегодня рассказывать про решение. Но осталось самое, наверное, интересное. Это интерактивные панели Nova Touch, которые поставляются в четырех размерах. Это 65, 75, 86 и 98 диагональ. 98 диагональ я видела всего один раз. А в офисе Вивитек в Интерланах она, конечно, впечатляет, потому что диагональ прям вот как светодиод. Но в России, честно, популярность особо не пользуется, но на китайском рынке у них достаточно высокий спрос. В чем отличие этого, в принципе, решения? В том, что в панель встроен, бьет, бьет, это Nova Pro. То есть вы получаете весь функционал Nova Pro, который есть. То есть это до 64 человек устройств подключая возможность подключения. Это до четырех устройств мы можем вывести одновременно на панель без проводов. Также там встроен Digital Signage устройство. То есть мы панель можем использовать для, например, рекламы в своей компании или сделать короткий ролик. Ну, в общем, да, когда вы просто не пользуетесь панелью как непосредственную панелью, там может крутиться какие-то Digital Signage ролики, управляемые чемпионалом ВДС. Безусловно, есть встроенная интерактивная доска, есть возможность наносить аннотации. Сама панель построена на Android, то есть там есть встроенный Android, есть возможность опционально докупить OPS, если необходим функционал Windows, например. В чем еще отличие этой доски в том, что на нее можно напрямую установить, так как встроен Android, с Google Play установить какие-то приложения, если это необходимо. Это востребовано в корпоративном сегменте. Ну, насколько я понимаю, просто очень часто производители панелей подобных, которые работают на Android, они Android закрывают. То есть там ограниченная версия, которая не позволяет вам напрямую выйти в Google Play и что-то там установить. То есть вы можете там скачать ARC-файл каким-то там через флешку. Или хитро-хитро. Здесь, на первом понимании, вы просто подключаетесь, как с обычного смартфона, к Google Play и устанавливаете любое необходимое вам приложение. То есть быстро и удобно. Что не каждый панель позволит сделать просто. Ну и, наконец, новинка, которой сейчас пока даже еще нет в России. VVTEC объявил о производстве нового дисплея. Это панели неинтерактивные для небольших переговоров, лобби. Это все тоже ново-про, это все тоже бьет на борту. Это устройство Digital Science, которое вы можете использовать, если не подключены какие-то устройства. Причем это происходит в автоматическом режиме. Это поддержка лончеров, если, опять же, для гостевого режима они есть в переговорке. По ценовому диапазону, сейчас пока даже у меня, честно, нет точной информации, но они будут чуть дороже, чем конкуренты. Но вот 43-я диагональ, на мой взгляд, будет очень интересно воспреплена, потому что такого функционала у этой диагонали на российском рынке нету. В такой ценовой, по такой цене. И, ну, почему с нами, почему интересно работать с VVTEC, потому что мы постоянно что-то придумываем. Мы готовы представлять маркетинговые какие-то материалы, каталоги, присылать рулапы, если вы участвуете в каком-нибудь мероприятии. Мы поддерживаем наших партнеров, опять же, на всяких конференциях и выставках, готовы выступать вместе с вами, наравне с вами, презентуя совместно какие-то проекты и решения. Мы представляем демообразцы. Собственно, сегодня я вам показала и рассказала про большое количество оборудования. Оно у нас есть все в демо. Если есть необходимость и если есть желание протестировать, пишите, мы рассмотрим возможность передачи вам на тест оборудования. Это всегда очень полезно и интересно не только прочитать про оборудование в брошюре, а посмотреть его вживую, потрогать, протестировать в реальных условиях. Предлагает обыклуп запустить опросное. Можно это сделать уже? Давайте, допустим. Спасибо. Значит, я думаю, что нас слышно. Я такой небольшой комментарий могу дать. Сейчас, на самом деле, очень много появилось устройств, компактных проекторов на LED-источнике. То есть, если вы зайдете на всеми любимые Алиэкспресс, то там вы потоните просто в количестве этих проекторов. Собственно, возникает вопрос, а чем же лучше предложение от Vivitech, которое называется QMI. Тут очень важно, что Vivitech всегда соблюдает... Те спецификации, которые заявлены в описании этого продукта, они соответствуют действительности. То есть, то, что у вас будет написано на безымянном производителе, скорее всего, будет далеко от реальности. Здесь же все честно. Что написано, то и выдает. Ну, как Ольга уже упоминала, да, поскольку производственная база Delta – это производитель мирового уровня, который вызывает огромное количество компонентов, который, в общем-то, изначально специализируется на оборудовании для управления электроэнергией, да, то есть, это огромное количество всяких сложных устройств для управления коммуникацией электроэнергией. Вот. Был еще вопрос по поводу установленного, установлен ли плеймаркет, насколько я помню, он стоит на панели. На той панели, которая у нас висит в переговорке, я его видел. Вот. Можно ли управлять панелью через РС? Можно? Да. Можно. Так, и можно ли создать видеостену на новый дисплей? Я думаю, что если вы будете транслировать не какой-то вот видеопоток, наверное, можно каким-то образом это организовать. Я просто не знаю, пытался ли кто-то что-то подобное в реальности реализовать. Все-таки немножко для других задач. Это скорее решение для, допустим, большого количества панелей, да, в офисе, да, которые висят в разных местах. Да, тут вопрос про новый дисплей. Дело в том, что они, вот по поводу рамки, я не уверена, что там, по-моему, она достаточно широкая. Ну, там, наверное, с какими-то вот... И технологично, вот не уверена. Может, они прямо вот только... Ну, это, да, такая задача, не та задача, которая предполагалась, да, предполагается решению с помощью этих устройств. Вот, и по поводу, еще небольшой комментарий по поводу образовательной и корпоративной версии, да, этих устройств. То есть с точки зрения железа они ничем не отличаются. Разница в софте в том, что образователи, они предполагают некую, допустим, премодерацию, при выводе изображения на экран, чтобы ученик вам там не вывел, потому что ученики обычно любят выводить. Вот. А в случае там с корпоративным сегментом это больше заточено на безопасность и на коллаборацию, то есть на совместную работу, на возможности голосования и прочее, прочее. То есть у них есть разные режимы работы, где есть модератор, нет модератора, ну, а с помощью лончеров, да, вы можете просто, ну, механически и быстро выводить необходимую картинку. Плюс лончеры, они разные, там, разных версий, да, и они позволяют решать, например, возможность вывода изображения в тех организациях, где Wi-Fi, в принципе, запрещен, да, поскольку. Вот. Ну, в общем, наверное, все. Если вопрос закончен, мы можем... Делали на других панелях с андроидов, широкая рамка, смотрится ужасно. Ну, вот так. То есть, ну, не предполагается, что с помощью каких-то, да, это все-таки для, например, там, где-то организации висит много панелей, да, ими нужно сильно отправлять, чтобы на них выводить. Вот, либо это в торговом помещении, либо еще где-то. Обновления по новой ДС ожидаются, да. Вивитек постоянно обновления проводит и вывешивает новые апдейты на своем сайте. Более того, в чем еще удобство. Есть для... как для новой ДС, так и для биот-устройства. Есть отдельные приложения, с помощью которых вы можете администрировать все устройства в вашей сети. То есть, грубо говоря, у вас айтишник может посмотреть, что вышли новые обновления, и пока устройство не задействовано, он может включать и обновлять приложение. И все это может делать он с одного своего компьютера, а не приходить к каждому и нажимать на кнопочку. Так, ну... У меня осталось еще буквально пару моментов. То есть, про обучение семинара. Ну, мы с вами сейчас уже на вебинарах, то есть, у нас есть учебный класс, учебный центр, где вы можете также пройти обучение, очное, либо заочное. Я часто езжу в командировки, и с удовольствием приглашается меня, я приеду, и лично вам расскажу и покажу прекрасное устройство. Устройство можно брать на тест? Да. То есть, если вам требуется решить какую-то конкретную задачу, вы не уверены, что вы сможете это сделать, можно взять у нас тестовый образец, попробовать это прямо уже у себя реализовать. И что касается сервиса, Вивитек поддерживает сервисный центр РСС, насколько вы знаете, а может быть, и не знаете, в регионах мы широко представлены. По сути, в принципе, у Вивитека не такой большой процент по браку, либо сервисных случаев, но если вдруг они случаются, ребята из РСС нас очень выручают, потому что они, собственно, всегда на страже порядка. И еще один момент, который я хотела сказать. Мы с Вивитеком дружим и постоянно придумываем всякие активности для наших партнеров. Как, например, на следующей неделе мы едем в прекрасную поездку в Китай, участниками этой поездки будут наши партнеры, которые стали финалистами и победителями в акции, которая проводилась у нас летом. Сейчас запущена другая акция по образовательным проекторам выборочной модели. Победитель, там есть гарантированные призы, и победитель поедет с нами в Амстердам, на Integrated System Europe и хочет участвовать в праздновании, в широком праздновании Вивитек десятилетия. Да, так что почитайте обязательно у нас на сайте в разделе акции про условия и участвуйте. Спасибо. Я не знаю, задумывался или нет, Оля, ты не делал оценку на лазерный проектор, да? Вот, и Вивитек. Они сейчас по цене, поскольку я понимаю. Они по цене, да. По цене. Ну, в общем, да. Особенно новинки. Не будем сейчас, да, углубляться, но суть в том, что если вдруг вам в проекте требуется яркий лазерный проектор, то есть проектор с очень длительным сроком службы источника света, у Вивитека одно из лучших предложений по рынку, поверьте, да? То есть если вдруг у вас такое требуется, вспомните, что есть такая компания, которая сочетает в себе и цену, и надежность. А главное – цену, и надежность, и возможность заработать с партнерами, потому что мы всех партнеров поддерживаем. Более того, для больших проектов, в принципе, Вивитек выделяет Россию как стратегическое направление, и они очень охотно сотрудничают с нами по каким-то крупным проектам. Ну, спасибо. Следующая презентация у нас будет посвящена решениям от Дельта непосредственно, да? Это светодиодные экраны. Это часть, это такая епархия нашего бренд-менеджера Алексея. Ну, вот, он, к сожалению, заболел, поэтому рассказывать буду я. Вот, если вопросы есть, опять же, задавайте Алексею в чате. Я думаю, что он постарается оперативно ответить на какие-то сложные вопросы, которыми я не владею. Вот, а я расскажу вам, собственно, о том, что же, собственно, Дельта предлагает в сегменте LED, уже под своим брендом, Дельта, очень известным. То есть Дельта производит и ЖК-панели, и LED-панели, вот, и много всего. Ну, мы сконцентрируемся, да, сегодня на лейхе. Мы поговорим про решения для наружного монтажа, внутреннего, ну, и внутреннего с малым шагом. Собственно, линейка, которая называется SE, это линейка для установки на улице. Мы уже упоминали, что Дельта – это очень крупный производитель, собственно, в том числе изначально специализирующийся на производстве источников питания и управления питанием. Для LED-а крайне важно, насколько качественное питание получают диоды и насколько хорошо этим питанием устройство управляет, потому что диоды чувствительны к перегреву, к питанию и прочему. Да, от этого зависит, выдают ли они те заявленные характеристики, которые будут указаны в производительной спецификации. Плюс такие, как бы, казалось бы, простые решения инженерные, да, но они определяют очень многое, да. Например, вот на фотографии вы видите крупным масштабом, как устроена стена для уличного монтажа. Там есть специальные козыречки такие, которые часть солнечного света отсекают. Например, в требованиях FIFA напрямую указано, что у LED-панелей, которые монтируются на стадионе, такие козыречки должны быть, потому что это вкупе вот с полосочками горизонтальными все это отсекает лишний солнечный свет, не дает бликов, таким образом повышает контрастность изображения. Углы обзора у этих панелей по горизонтали 140 градусов, по вертикали 90 градусов. Панели могут выпускаться с разными диодами. Не секрет, что, собственно, производителей диодов как таковых в мире не так много. Есть топовые производители, есть производители, скажем, второго эшелона, ну, и есть огромное количество производителей, которые относятся к категории лотерея. Вот, собственно, есть две версии. Топовая версия, такая более дорогая, на диодах НИЧа строится с очень высокой частотой обновления. Фишка в том, что высокая частота обновления как раз позволяет использовать их на стадионах, где идет трансляция, и у вас не будет мерцания, либо страдирования какого-то, да, все будет красиво выглядеть. IP65 в передней части имеют эти панели, с обратной стороны IP54, то есть это значит, что с лицевой части вы можете в такой панели, фактически, как показано на рисунке испытания, да, поливать водой из шланга. Вот, разные температурные режимы, это вот реальные фотографии тестирования, то есть тестируется на влагозащиту, на пыльозащиту, на водозащиту, на воздействие утрофиолета, надежность системы питания, все остальное проверяется на заводе очень тщательно. Собственно, в этом разница серьезного производителя и производителя, так скажем, мишевого. Таким образом выглядит линейка на сегодня. Представлены модели, которые очень часто используются в Европе. В России, к сожалению, на сегодня именно аутдорная линейка проигрывает по цене конкурентам. Но, тем не менее, они есть. Если вдруг у вас какой-то проект подобный будет отрастать, обращайтесь, не стесняйтесь, постарайтесь помочь. Из примеров, вот, например, стадион, это у нас Стэнфорд, да, стадион на больше, чем на 41 тысячу мест, там два уровня экранов, вот по нижней части, по кромке поля и на трибунах. Собственно, вот как раз для таких решений очень важна частота, с какой работой диоды, потому что телетрансляция всегда на стадионе, вот должно это выглядеть очень качественно. 25 тысяч на 400 пикселей по ширине, 90 пикселей по высоте, шаг пиксель 10 миллиметров у этого решения. И Турция, домашний стадион клуба Фенербакче, на внешней стороне огромный лэп-экран устроен. Здесь ТТХ немножко другие, здесь у нас шаг пикселя T15 с разрешением 48640, здесь шаг пиксель чуть побольше, но и размер изображения другой. Вот, 7,5 на 10 метров панели, ну, то есть LED-экран. Так, вот здесь уже хочется остановиться подробнее. Это эндорное решение со средним шагом, тут у Дельты шансов побороться за проект гораздо больше, потому что мы готовы давать очень хорошее соотношение по цене и качеству, который за эту цену представляется. Корпус у этих панелей из литрового алюминия, очень высокого качества, что позволяет достаточно быстро и точно закрывать панель, выравнивать ее в плоскости, без потери по времени. Фронтальный доступ для установки и обслуживания, опциональный доступ с третьей стороны, если это требуется. Очень быстро происходит замена компонентов, если они требуются. Два варианта по формату, то есть это может быть кабинеты со соотношением 8 на 9, насколько я помню, которые, соответственно, дают нам 16 на 9, если мы два кабинета соединяем, либо квадратные, когда мы их соединяем, получаем квадратное изображение. То есть для разных задач, разное соотношение сторон кабинета. Фронтальный доступ, высокая, продвинутая технология управления яркостью, цветом, что позволяет получать очень равномерную по яркости картинку. Собственно, здесь же высокая частота обновления за счет высококачественных диодов, 3180 Гц, с такой частотой работают эти кабинеты. Вот так выглядит линейка с шагом от 3 мм до 6 мм. Яркость до 2000 кантелл на метр квадратный. Разные размеры, тут я, наверное, не буду останавливаться. Широкие углы по обзору, 160 по горизонтали, 140 по вертикали. Вопрос нам задает, где найти новую информацию о проекте LED-экраны. Вопрос, ответ на сайт очень простой. Либо обращайтесь к нам, да, мы не в рамках презентации, тема ограничена по времени, расскажем вам, что и как. Либо на нашем сайте, digis.ru, либо на оригинальном сайте Delta можно посмотреть. Пример установки серии в реальном магазине. Это Mumbai, флагманский магазин одного из американских брендов. Шаг пикселей 4 мм. Два экрана с размером 19 на практически 30 метров. То есть огромная такая штуковина. Яркость. Яркость здесь у меня не указано. Я не знаю, какие использовались модули. Соответственно, она либо на 1200 кандел, ну это пиковая, либо на 2000 кандел. В зависимости от освещения помещения она регулируется. Вопрос у нас поступил 1200 до калибровки. Это пиковая, может быть, Алексей, вот сейчас Амельченко, 1200 до калибровки. После калибровки около 1000. Спасибо, Алексей, за поддержку. Алексей, да, спасибо. И еще один, собственно, кейс – это аэропорт Southwall, Columbus. Тоже использованы. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня запись, какие конкретно там решения использованы. Это шаг, да, 20 мм, ну 20-83, размер 13 на 4 мм, да? Да, если вы не найдете на сайте Дельта, я вижу, просто у нас в комментариях пишут, что на сайте Дельта очень мало информации, обращайтесь к Алексей Амельченко. Да, Алексей Амельченко. Да, можно с ним пообщаться. К сожалению, сейчас не в офисе, да, но на почту можно ему писать, он, соответственно, ответит по возможности. Только не звоните. Да, пока, к сожалению, звонить ему нельзя. Нельзя. Потому что он потерял голос, надеемся, что в ближайшее время он его найдет. Вот, собственно, индор-линейка FE серии с уже малым шагом. Все кабинеты имеют соотношение сторон 16 на 9, соответственно, это удобно для создания видеостен соотношением сторон 16 на 9, с разрешением Full HD или 4K. Почему это важно, да? Потому что такие решения очень часто используются в офисах, и если вдруг у вас по пикселям у вас не 16 на 9, какое-то нестандартное соотношение сторон, ну, либо физически, да, нестандартное, вам придется заморачиваться с подготовкой контента. Иначе он у вас будет там сплющенный, растянутый, еще какой-то обрезанный. Вот, здесь же все стандартно, 16 на 9, такого контента очень много. Можно просто подключить, например, ноутбук, да, и с него передавать. Вот, штампованный алюминий, очень удобная система крепления, все продумано и работает замечательно. Так, фронтальный доступ, магнитное крепление световых модулей. То есть вы можете в любой момент на горячую модуль это у вас демонтировать и поставить модуль, который идет на подмену. Рентал экраны есть ли у Дельты, да, ну, Алексей сейчас, наверное, напишет, да, насколько я знаю, есть. Вот так выглядит линейка, соответственно, стартует она с шагом пикселя, самый маленький, это 1,26 мм, и 2,53 мм – это самый большой шаг. Собственно, в этом сегменте сейчас происходят очень большие подвижки, скажем так, цены на конкретно вот эти вот размеры заметно приближаются к очень такому доступному порогу. Что еще хочется сказать, и что важно сказать, да, вот подобные решения очень часто используются в диспетчерстве. То есть поскольку это малый шаг, то можно создавать уже видеостены, на которые можно смотреть за близкое расстояние, без какого-то ущерба для зрения, вы не будете видеть пикселизацию и так далее, и так далее. Вот, собственно, в таких решениях, ну, важно создать максимально надежные экраны. Вот. Можно зарезервировать передачу сигнала, да, то есть вы можете сделать такой дополнительный канал передачи сигнала в стандартном режиме. Ну, то есть, во-первых, там блоки питания двойные, да, в стандартном режиме, получается, фактически каждый из них работает на 50% мощности. Если вдруг что-то случается, у вас один блок гаснет, у вас подключается второй, и, собственно, те, кто смотрит на лист стену, даже этого не заметят, да. Собственно, ну, не стоит переживать, что они часто горят, поэтому приходится по два ставить. Раз здесь наоборот, дельта в этом смысле чемпион по качеству блока питания. Вот. Но такое двойное резервирование для очень надежных случаев. Ну, и второе, можно здесь резервировать еще и, собственно, трафик подачи видеосигнала. Как видите, вот на картинке на слайде, если вдруг у вас каким-то образом, в какой-то причине выгорает одна из передающих благ, можно по альтернативному пути подавать сигнал и, опять же, продолжить работу, пока, собственно, даже пока происходит замена. То есть это может делать все на горячем. Фактически, то есть вы получаете неубиваемый экран. За счет того, что экраны, которые поставляются, проекты, как правило, еще комплектуются и зипом, то есть у вас где-то в кладовке, условно говоря, лежат все необходимые части для ремонта почти всего. То есть вот если у вас что-то выгорело, тут же ваш айтишник, электротехнолог, который снимается, очень быстро, может все поменять. Если, например, световой модуль, это вообще дело нескольких секунд. Вот. Но очень круто, очень надежно и качественно. Ну, для примера, да, подобные решения в космическом центре Микенде используются, где, как вы понимаете, надежность очень важна. Собственно, почему я вот, когда начал рассказывать, да, про линейку, упомянул, что шаг 2,5, это сейчас такой вот очень важный сегмент. Здесь вы можете увидеть график роста, ну, как бы, роста фактического и прогноза компании IHS по прогнозу на ближайшие годы по количеству продаж LED. Почему так происходит? Потому что, во-первых, LED удобнее в некоторых случаях значительно, в других решениях он по цене приблизился в определенных размерах к решениям на ЖК. Как раз вот в сегменте 2,5, если мы говорим про размеры экрана, например, где-то в районе 200 дюймов разрешения Full HD, мы специально проводили тестовые расчеты, сравнивали решения на ЖК, например, на 55-х панелях, решения на LED, фактически по цене мы уходим в одинаковую цифру. При этом на LED у вас есть возможность горячей замены элементов, то есть у вас не выгорает там сразу огромный кусок, вот мы с вами строим экран 220 дюймов на 55-х панелях, у нас при выгорании одной панели теряется 1,16 экрана, здесь же получается 1,64, это целый кабинет. Вот, собственно, в кабинете световых модулей он тоже не один, да, то есть, как правило, целиком кабинет крайне редко выгорает. То есть у вас меняется маленький кусочек, который можно очень быстро на горячую поменять. У вас нет необходимости снимать, демонтировать и увозить в сервис вот эту панель ЖК, да, то есть не ставить на место запасную, да, если она у вас есть. То есть не всегда, на самом деле, производитель на ЖК-панели представляет вам дополнительную ЗИК-панель, хотя такое тоже бывает. Вот, если мы говорим про систему проектор-экран, да, то тут в больших диагоналях на сегодня проектор, наверное, выигрывает у всего, даже с переходом на лазерную технологию, которая там уже стала более доступна. То есть если вам нужно получить большую диагональ, ну, больше 200 дюймов и, например, сматываемый экран, который они всегда используют, тут у вас будет однозначный ресурс на проектор. Если же у вас инсталляция постоянная, разрешение Full HD и размеры, которые я уже упомянул, можно ставить LED, опять же, это будет доступно по цене и при этом решение не будет бояться засветки. Вот, то есть сейчас хочется, ну, собственно, о чем сказать, да, хочется, что на сегодня LED – это не уже что-то такое космическое, что могут себе позволить только компанию, у которых в названии присутствует, там, газ, нефть и, не знаю, что еще, там, наркотики, оружие. Вот, а фактически это решение, которое можно поставить, ну, в таком большом зале офисного центра, например, да. Я вот столкнулся с этим чуть-чуть неожиданно на последнем АВ-клубе, когда пришел делать презентацию и опа за спиной видел огромную LED-стену там, где в прошлом году висел большой экран. Вот, было очень круто, захотелось переделать слайды, потому что, например, на LED-е слайды с темным фоном смотрятся гораздо, ну, выдержаннее, на проекторе такого не получается. Такой черный цвет вы, особенно в условиях засветки, никогда не получите. Вот, выглядит круто, рекомендую об этом задумываться, когда к вам приходят и спрашивают вот подобные решения. У нас уже много кейсов, которые, например, там, департамент интеграции реализовывал. Вот, а мы всегда поможем подобрать, всегда поможем сориентировать вас по ценам, зарегистрировать ваше решение в нашей базе, да, скажем, помочь Алексей, либо я, обращайтесь. Значит, моя почта простая, собственно, зовут меня Артем, почта artyomartemdigis.ru, вот, а у Алексея почта чуть посложнее, вот, ну, можно через меня его найти. Алексей присоединился на обучайте, у нас сильно отвечает на ваши вопросы. Если у вас вопросы остались, задавайте их сейчас, постараемся ответить прямо сразу. Если вопросы возникнут позже, пишите, звоните. Вот, еще раз видео будет доступно. Спасибо всем, кто был, ждем вопросов, если они у вас есть. Спасибо вам, Мария, и за время. Да, можем еще раз показать штучки, которые у нас лежат на столе. А где же это? Да, вот это новый интерпрайз. Тоже маленькая коробочка, это как астоковый, по-моему, да? Вот с двумя HDMI-ми, кто-то спрашивал, тут вход и выход. Да, это отлично. Нам задали вопрос, а какой же ответ на главный вопрос семинара, когда нас ждет победа светодиодов? Ну, победа светодиодов фактически уже состоялась. То есть, например, смотрите, в сегменте до 100 дюймов, да, на сегодня, в ЖК-панели почти закрыли проекционные решения, да, за исключением, ну, наверное, самых недорогих, где, ну, офисники ставятся, либо совсем дешевые проекторы с разрешением XGA, наверное, дальше еще некоторые используют, да, и так далее. Вот, а в сегменте от 100 дюймов где-то до 130, на сегодня, наверное, либо ЖК, да, либо проекции, ну, уже с проекторами мощнее. А вот если мы говорим про сегмент в районе 200 дюймов, там, где требуется хорошая работа в условиях засветки, тут комплиенции LED-у сегодня нет. То есть, фактически они победили. И постепенно, я не стал вставлять график, да, но он, можно его при желании найти, постепенно LED будет вытеснять там решение на проекции, потому что будет дешеветь просто. То есть на сегодня 2,5 шаг, один из самых доступных, чем дальше мы будем двигаться, тем доступнее он будет. Ну, и, не говоря уже про микролэд, да, который на сегодня стоит пока как крыло от самолета, я думаю, что лет через 5-7 мы увидим огромное количество устройств на микролэде, которые будут значительно доступнее, чем они сейчас. Вот, а когда это произойдет, ну, вот в каких-то сегментах победа уже произошла, я считаю, да, а в каких-то мы ее увидим, наверное, в ближайшие лет 5-7. Вот, а если вот вы выиграете в конкурсе VVTEC и поедете на Integrated System Europe, да, в Амстердам, вы увидите, какое огромное количество лэда там продается. По поводу образцов в офисе Алексей ответил по поводу лэда. Все, что касается VVTEC, напишите, привезем в офис, приезжайте к нам, гостим вас с вкусным кофе и расскажем про оборудование. Ну, в общем, вопросы, да, с демо можно решать с Алексеем. Если вдруг у вас реальный клиент, который хочет что-то посмотреть, да, и от этого зависит решение, я думаю, с Алексеем можно всегда обсудить, вы договоритесь, что и так. Спасибо за внимание всем, что было. А если вопросов не осталось, обращай. Мы тогда будем, наверное, обращаться, да. Все, спасибо вам, спасибо всем, кто был. Надеюсь, было интересно. Удачи. Всего доброго. Пока.